Привет всем ребята! Меня зовут Верх, я в Северной Ирландии. Механик, я работаю механиком, у меня свой бизнес, свой гараж и так далее. Сегодня у нас на обед так сказать, потому что выполним. У нас 985 года. Мерседес, короче, 240d. Ну, я работаю над ним, когда у меня есть время, так сказать. Сегодня у меня есть время. Короче, сегодня что будем делать? Поставил я новые диски, суппорта новые, все тормозные трубы поставил, все резиновые кабеля, вот эти трубочки поставил. Пару новых запчастей. Она, конечно, снаружи смотрится немножко убитая, конечно, но клиент знает, что я только работаю на механические. То, что это самое снаружи, там надо подкрасить, подклевать и так далее. Тут до фига работы над самим корпусом. Посмотрите, как тут все нахер загнило. Но это не мои проблемы. Сегодня мы что будем делать? Сегодня мы будем, я поставил, как говорится, новые все суппорта, все прокладки, диски и так далее. Подкрасить такую идею, чтобы она не ржавела в дальнейшем. Будем сегодня, как сказать, подождите, пропускать, не спускать, короче, масло будем, тормозную жидкость будем заливать. Вот, у меня машина есть специальная, которая работает от 12 вольтов. Вот. Я вам немножко расскажу о ней. Очень хорошая система. Система это от... Где тряпочка у нас? У нас тут тряпочки. Я не люблю грязное, блин. Я не люблю грязное. Та-та-та-та-та-та-та. Запылилась немножко. Я так редко им пользуюсь. Но вот эта система от английской компании называется Cycle Pitavant. Очень-очень хорошая система, очень качественная сделана. Я китай не покупаю, блин. Поэтому вот эта система классная. Короче, какая-то фигня. Вот вы видите контакты здесь, которые позитивно-негативно подключаются. Я вам покажу чуть-чуть попозже. Потом включаешь компрессор. Компрессор качает новую жидкость тормозную. Это колпачок или крышка для бачка. Там, где тормозная жидкость. И оно прессует туда 2,5 бара. Короче, тут до 6 баров. Ну, 6 баров это дофига, короче. Можно, блин, взорвать все нафиг. 2,5 это максимально. Я даже уменьшу, потому что машина в старой. Не знаю, насколько она выдерживает это. Посмотрим по ходу. И вот у нас есть бачок, который заливаешь новой тормозной жидкостью. Это ставишь на машинный бачок и прессуешь туда, закачиваешь новую жидкость. Она старую выталкивает, а новую вталкивает, так сказать. С ней также можно сцепление прокачивать и так далее. Короче, предназначена для одного человека. А я работаю всегда один. У меня нет ни напарника, никого. Поэтому я всегда работаю один. Я вам сейчас побезиненно покажу, как оно это все работает. Я так работаю над этим проектом, когда есть, как говорю, свободное время. Поэтому обзор немножко больше вам света может дать. Все запчасти почти новые. Прокладки и так далее. Трубы. Все песком обчищено, перечищено. Смазано. Сервис полный сделанный. Батарея новая. То есть аккумулятор новый. Все это, ремни новые. Радиатор новый. В основном все новое. Тормозная жидкость у нас. Вот у нас тормозная жидкость. Мы ее мы так снимаем. Так. Подводим эту. Нашу машину. Вот тем, как говорил, это у нас. Блин. Крышку эту одеваем. Есть, короче, универсальные такие крышки. Некоторые бачки, они не подходят, как стандартные все. Но это... Я еще с таким не сталкивался, но... Может, даже это и... И есть вот такая фигня. Там, где нужно... Не, подошло нормально. Зашибись. Вот. И ее, короче, закручиваешь. Так, тугенько. Подключаешь. Вот это вот. В чем эта система хорошая? Можно мобильно это все делать. Не надо 220 и так далее. 12 вольт. Работает 100%. Негатив. Позитив. Раскочила. Блин, так, позитив. Вот у нас такая есть бутылочка. Которая, так сказать, которой нужно старую смесь. Сохранять. Вот. Во сколько я помню, там должно быть по очереди сливаться масло. Масло должно быть так. Задняя правая, задняя левая, передняя левая, передняя правая. В такой очередности, в общем, так сказать. Вот. Это у нас подключается подключается там, где масло стекает у нас. Это не масло, а тормозная жидкость. Блин, мне так тяжело говорить на этом русском, английском, так сказать. Так. Это у нас есть? Есть. Дальше. Нужны, нужны. Я пользуюсь специальным тормозным ключом, так сказать, который он шестигранний, так сказать, но очень такой удобный. Не знаю, в этом случае сзади колодочки оригинальные, а передние колодки все новые. поэтому иногда может тоже нужно нам пассатижи, так сказать. Открыть нам нужно болтяру. По-моему, 10. По-моему, 10. 10 кто не подходит, поэтому маловато. Значит, будем пользоваться, будем пользоваться таким способом. Откроем его надо чуть-чуть. Вручной даже. Насадим. Так, все. Включаем машину. Я скажу сейчас до двух баров. Потому что машинка старенькая, блин. Фух. Два бара. Посмотрим, как будет качать два бара. Вот у нас два бара. Пускается и будем смотреть, чтобы у нас нигде не было ни протеков, ни хренов. смотрим, насколько оно качает. Недостаток. будем на два с половиной бара. Засади два с половиной. Оу, фак. У нас течет здесь, бро. Охренеть. Откуда течет-то? Течет отсюда, бляха-муха. Вот это да. Вот это заебись. Так. Как же нам эту херню заткнуть? Старая система, блин, она по-другому сделана. Новых бачков такого выхода в новой бачках нет. Я так понял, здесь вот такая херня, вот она, которая типа выпускной клапан типа такого. Я охренеть можно. Как же это можно прокачать тогда? Бляха. Как можно так прокачать тогда? Вот у нас возникнут проблемы нафиг. щит. Что нам делать, блин? Надо что-то придумать. Так, пауза, 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 конечно, нужна нам.